Всем привет, с вами Допгай, и вы получаете Миска Рис за то, что открыли мое видео. Чтобы не пропустить другие Миска Рисы, можете обязательно подписаться, а мы продолжаем играть за левый Гаминь Дань, и мы уже смогли победить Ан Цинь. На очереди у нас шиндутская клика, но уже Фонтянья бью войну Цинью. Цинь по ощущениям скоро капнет, вот уже капнет. И после этого мы сможем, наверное, сами здесь что-то позахватывать. Мы разблокировали фокус, кстати говоря, тем, что начали вот эту войну с Циньем, с Фонтяньем. В общем, есть какая-то, так сказать, идея вот сюда пойти, в ТНП, но... Есть смысл идти в ТНП, если у нас есть фабрики. Если у нас одна фабрика, то смысл идти в ТНП, верно? Так что, наверное, мы пошли бы в армию. Тут есть различные бафы, которые можно подкачать. Возможно, возможно, есть смысл сюда сразу и выйти. У нас есть вот сюда в восстановление Академии пойти, но так или иначе, когда мы не пошли, в восстановление Академии будет убрана. И вопрос, а что ли я это делать? Нет. Вообще, наверное, да. Потому что если мы смотрим сюда... Это не наша национальная территория, мы не будем получать у них атаку-защиту. Подсрочка, ну, не сильно полезна, а лимит бесполезен. Расход припасов ТИМа приятный, надежный, здесь бесполезный. Так что, наверное, там есть смысл переходить. Какие-то более интересные бафы. Другой вопрос, что именно нам важнее. Вот, по ощущениям, куда-то сюда... Нет, ладно, давайте, наверное, пойдем вот сюда. О, подожди-ка. Темплейт, 7 пехоты, 1 поддержка арты, 1 артиллерия, 1 розетка. Почти что, как наша дивизия. Да. Ну да, наверное, надо пойти сюда. Приоритетный рекордов выглядит неинтересно. Честно говоря, здесь скидки и мэн пауэр. Лучше вместо этого бафа получать и на бафах как бы и качаться. Поехали. Приоритет на модернизацию. И поставили вот сюда арту, наконец-таки. Что ж, начинается новая стадия войны. И да, она будет тоже непростой. Я чувствую, потому что сражаемся мы против более технологически подкованного противника. В Тиане даже есть танки. Конечно, есть один нюанс. Я подозреваю, что эти танки могут просто закончиться. Давайте посмотрим в Тиань. Да, здесь вот три военных завода на танках. Есть очень реальные шансы, что мы эти танки просто из них выбьем. Поэтому я не думаю, что есть смысл делать ПТО. Кроме того, у нас вряд ли завод, наверное, ПТО появится. Все зелененькое. Это прекрасно. Единственное непрекрасное то, что у нас снаряжение может закончиться в любой момент буквально. Да, это было бы неудачно. Но ничего. Как я и говорил, танки мы пушим. Нужно просто не останавливаться. И пока здесь плохо организованы войска, их добить. Было бы, кстати говоря, очень выгодно, чтобы Циннипал. Потому что тогда они комплект не смогут. А мы сможем. У нас, кстати говоря, есть решение. Смотрите-ка, напасть на шандульскую клику. Есть поднять дивизии, поднимем. И интегрировать этих мужиков. Давайте так и сделаем. Мы аннексируем этих ребят. У них есть промка. У них есть промка. Мы получим заводы. Это нам и нужно, на самом деле. И дивизии получим. Генералов, в общем-то, полезно будет. И пушим пока что мы вообще отлично. Да, прям. Ноль проблем. Здесь на юге, конечно, проблема. Не будем пушить этими дивизиями, на самом деле. А как-то так вот казуально будем продвигаться, где это удобно. И да, Цинник капнул. А, еще и нам капнул тоже одновременно с этим. А, ну и вот он вообще полностью пропал с карты. Да, теперь нас, наверное, будут пушить. Если что, мы сможем просто вот сюда отступить. Кстати говоря, на фоне этого я бы, наверное, хотел очень в Ухань пробиться. Чтобы контролить речку всю. Но не уверен, насколько это получится. Было бы, на самом деле, так. Надеюсь, меня сейчас не затроллят с отступлениями. Потому что из-за того, что страна пропала. Так, пропал. Раз узнаем. И второй северный поход. Слушайте, ну они вот воюют с вот этими... А, блин, ну здесь все ребята друг с другом тоже воюют. Ситуация непростая, но я думаю, мы с ней справимся. А еще, если мы пробьемся вот так же Д, мы просто перережим им артерию снабжения полностью на юг. Это было бы очень приятно, на самом деле, я думаю. Так что надо пушить. Но нет, мы не пробьемся. Ну, где сможем, там и пробиваемся. Как бы. Было бы хорошо забрать здесь какое-то снабжение. На самом деле, в принципе, не сильно хорошо соединено. Да, то есть, если мы заберем здесь пункт снабжения, надо достроить здесь ЖД. Давайте сразу, наверное, так и будем делать. На будущее. Вот так. Как первого левела, пожалуйста, хотя бы. Вот сюда соединить, наверное, чтобы потом вот отсюда снабжаться. Нас атакуют танки. Надо танки, конечно же, блокировать. Не давать танкам пробиваться. Их преимущество танковое очень мне не нравится. А вот это ополчение, ополчение, все уходит на юг. И вот эти территории тоже передались мне, видимо, от сыня или что. Не знаю. Тем не менее. Нужно укрепить вот этот фланг, я вижу. Блин, здесь мы тоже хрен пробьемся, надо поэтому укрепляться. Как получается. Вообще, север вроде, вроде начал пушиться. Опять-таки, выходим вот сюда. Выходим к этим путям снабжения. У нас, в принципе, все должно быть неплохо. Только обязательно будет подключить вот это УЖД. Обязательно. Тогда у нас будет снабжение вот отсюда. Ну и тогда как-то сможем пушить тут. Да, мы, по-моему, очень уверенно сейчас здесь пушим. Здесь тоже передвигаемся. Дивизии, которые здесь остаются, пускай здесь блокируют войска. Весь фронт, в принципе, потихоньку застывает. И это, конечно, нам на руку. И они даже задали ухань, смотрите-ка. Отлично. Даже передвигаемся и вот сюда, ханянь, или что это. На западе здесь не так все хорошо, но это может у них куча дивизий вот здесь стоит. Я думаю, как только мы возьмем над ними привык контроль, мы сможем повернуть ситуацию в нашу сторону. И да, видите, они просто буквально эвакуируют войска. Черт, мы реально так можем их окружить, если все хорошо получится. Хоть мы не прям хотим их окружить, но... Но вроде нету никаких для этого препятствий. Блокируем дешевыми войсками их силы здесь. И пушим здесь, где возможно. Выглядит как план. Ой, у нас здесь есть снабжение просто по морю, судя по всему или что. Не очень я понял. Ну, типа по речкам, что ли. Видите, он работает на снабжение. Отлично. Здесь пытаемся обрезать им снабжение. Здесь все, что можно. Любые ЖТ, которые можно захватить, захватываем. Здесь, где можно задушить, душим. Нужно не давать им ни шанса. На север только не будем сильно пушить. Ну, вот так. К речке их забросим и отлично. Здесь, тем временем, вышли мы в ту зал этой дивизии. Ее ликвидируем. Вот эту дивизию ликвидируем. Отлично. Размены пока что шикарные. 100 тысяч мы потеряли. Экстерина танца не видите. 80 тысяч у нас. Пантянь. Мы забрали их 62 тысячи. За их 21 тысячу. Ну, точнее наоборот. Ну, вы поняли. Не самый лучший размен, но... Для наших условий, я бы сказал, шикарный. Приоритет на амортизацию есть. Нам заспаунили эту одну дивизию, кстати говоря. Давайте я посмотрю. Блин, она выглядит такой себе. Давайте я вот до такой сделаю. Сюда. Сюда. Корпус Мерси дает аргу, разведку и... Бонусы протезанов. Бонусы протезанов не сильно интересны. Но 5 враги, допустим, интересны. И нам как раз для этого и нужно... Действия фокуса этот фокус взять. А здесь дивизии постоянно находятся в атаке. И, в общем-то, враги не пополняются. Только здесь вот я немножко беспокоюсь. Но, опять-таки, как только мы сможем под контроль здесь, все должно стать нормально сразу. Усиливаем здесь натиск. Осталось 2 провинции. Мы, кстати говоря, тут добьем японские танки. Это добровольцы. Японцы свои добровольческие танки сейчас потеряют. Это для нас прекрасные новости. Главное, чтобы Япония не вступила сейчас в войну. Это было бы фиаско, братан, как говорится. Потому что мы не подготовлены к высадкам совсем. Ну, с другой стороны, мы можем вот это все отправить на защиту от высадок. Так что, в принципе, у нас есть некоторый ответ на это, если что, готов. Так сказать, командование приняло во внимание такую возможность. И мы заходим здесь уже, в тылы. Давайте заблокируем противником здесь подходы. Но вообще, мы чувствуемся здесь пока что как будто очень уверенно. А здесь полностью ликвидировали мы окружение. Отлично. Куда эти дивизии теперь отправить? Я думаю, мы сейчас немножко поправим вот здесь вот фронт. Этим я хочу дивизиям поставить вот такой приказ. Они пускай пушат именно север. А запад пускай удерживают наши такие себе дивизии. Нам здесь не сильно хочется наступать в реки и в горы. Это нерешенный вопрос снабжения. И почему-то все отвалилось. Что считается нашей столицы? Откуда снабжение отправляется? Хороший вопрос. Но я уже могу интегрировать территорию, в которой мы есть фабрика. Отлично, мы это делать будем. А, мы... Подождите, что... Мы аннексировали людей. С тех дивизии? Что произошло с их дивизиями? Это странно. Можем сделать еще одну реформу. Давайте сделаем. Я не очень уверен, что нам что-то бафает, дебафает. Но допустим. А что с нашими дивизиями здесь? Почему нам здесь дивизии не дало? Неужели у нас снабжение пошло вот отсюда, откуда-то? Да. Из Чунцина? Что только что произошло? У нас вот отсюда должно считаться снабжение? Надеюсь, оно перерасчитается как-то. Может, у нас сейчас все дивизии не снабжаются? Либо... Ну да, нет. Снабжение с столицы. Ты есть столица, блядь. Что это? Почему отсюда идет снабжение? Нам это сейчас может просто все наступление оборвать. Конечно, ладно. Дивизии кое-как снабжаются. Ну, локальное снабжение какое-то у нас. Они не такие тяжелые. Но это просто отвратительное говно. Я других слов и не могу к этому подобрать. Кто это программировал, как говорится. Ну ладно. Канчу с этим мы уже не сделаем. HD здесь мы достраиваем. Но по факту нам оно уже... Нет, ладно. В принципе, все еще нужно, чтобы отсюда проходило снабжение. Хотя могло и по речке. Пускай будет. Лишним не будет. Я увидел дивизию вот здесь. Я подумал, неужели Фонтянь напал, когда я не готов. Фонтянь... Нет, Шандунь, точнее. Ну нет. Все, все, все проще. Просто там дивизия. Их... Окей. Пушим просто на север. На самом деле, если мы сейчас обрежем вот здесь вот снабжение, капнем вот эту страну, то в принципе мы, можно сказать, автоматически победим. А у них здесь есть дыры в фронте. Причем такие откровенно неприкрытые. Мы любим такие. Здесь вообще получилось окружение. Отлично. Давайте какие-нибудь две дивизии сюда отправим, чтобы помогли быстрее добить и освободить остальные. И просто рассылаем дивизии вот здесь. Берем столицу. Что это? Кто это? Шан-Си. Шан-Си решила предать Китаю и китайских рабочих. Они теперь поплатятся за свои ошибки. Прощение, к сожалению, не в наших добродетелях больше. Итак, тут дивизия. Все. Закончились. Все сюда переступили в одной провинции. Из одной провинции мы, конечно, уже выдавим. Нужно только не дать им в идеале вот сюда успеть перейти. Мы тогда обрежем полностью здесь все снабжение. Это было бы прекрасно. А с военной заводы появились. Вау. Пять военных заводов. Вы можете в это поверить? Я нет. Потом мы делать все-таки не будем. Давайте все на винтовке. Если у нас будут винтовки, мы выиграем эту войну. И доктринки тоже подкачиваются, но такое. Самое главное ладовую, конечно, докачать как можно быстрее. И вот мы уже в Бейджин входим, да? Отлично. Здесь тоже обрезали их от снабжения теоретически. Ну, вообще, они опять-таки тоже локальным, видимо, хавают, питаются. Но ничего, ничего. Мы тут сейчас со всем справимся. Потому что дивизия, это, судя по всему, у них все на юге там вот. Что-то делают. Удачи им оттуда прорваться. Видите, они даже сами начали в атаку идти. Но нет, эти ребята хоть и не могут стрелять в ответ, но сами они хорошо ловят пули. Блин, это, наверное, плохая классификация солдат, но именно такие у нас солдаты. И вот мы уже отбросили их к речке на севере и загнали их в самые-самые горы на юге Шанси. Просто по смерти готовится, и мы знаем, кто, так сказать, уже умрет. Дальше мы идем в изучение механизированной войны. На самом деле здесь говорится про механу. По факту мы можем исследовать грузовик побыстрее, который мы еще, кстати, наверное, и не исследовали. Здесь стоимость купонной доктрины минус пять. Мы потеряли так много опыта, оказывается. Но справедливости ради, то, что мы прокачали эти доктрины, нам на самом деле, конечно, очень помогает воевать. Так что не зря. Наши дивизии являются такими, какими сейчас они являются. Только благодаря тому, что мы эти доктрины как раз таки спешили прокачать. Так, мы полностью добили их всех до реки. Теперь наши некоторые дивизии пойдут блокировать их вот здесь. Эти ребята сюда. Блокируем здесь. И пытаемся сейчас окружить, где получится здесь. Да, у нас не иронично, смотрите, половина капитуляции. Из-за того, что мы вот этих челов приняли. И нам не передали всех дивизии ничего. Это, конечно, я считаю, нереальный скам произошел. Но что уже поделать. И нажмем, пожалуй, скорость планирования плюс четыреста. Надо немножко дивизии здесь переставить. И с бафом от планирования потом перейти в атаку, я думаю. Николай Кристинский становится лидером... Нет. Нет, вы у Russian Communist Party. Я же правильно понимаю? Или... А-а-а, подождите, подождите. Я понял. Вот оно, где все эти леваки-то живут. Госплан тут у них, туда-сюда. Сибирская армия. А-а-а... Блин, там писалось, что они победили в России, но по факту они победили на Трансамуре. Е-бай, тут фокусов, конечно, да. Победа большевиков. Блин, ну... Есть подозрение, что это не победа большевиков. Но посмотрим, как они что будут делать. Потому что, по факту, Россия-то не под большевиками. Не знаю, может что-то багнулось и считается, что они уже победили в России. Но по факту же, ну... Наши дивизии пытаются выйти в самое сердце Хан-Си, Си-Ань. После которого они уже... После потери которого они капитулируют, скорее всего. Защит перспективно. И мы душим их везде, где можем. И Си-Ань наш. Будет ли капитуляция? Теори должна быть. Можно нанять морских конструкторов каких-то. Нам это сейчас не интересно. Кто по капу? Есть. Клик-эшан-Си сдается и дает нам, кстати говоря, 2000 винтовок. Это солидно. Нужно сразу идти на Кликус и Чуань, которая тоже предала истинный Китай, истинных рабочих Китая. Мы их тоже за это, конечно же, накажем. Дивизии вот так. Все вот эти дивизии. На всякий случай переназначим сюда, а то они могли куда-то еще пойти. И пушим, пушим. Надо не останавливаться, пока там еще не поняли, что туза не прикрыты. Надо в эти туза, собственно говоря, и проникать. Так вот здесь. Здесь танк стоит АФК. Так, говоря, наш туз сейчас будет не прикрыт. Наш туз, точнее, уже не прикрыт. Есть информация, что, по-моему, к нам проникает вражеский танк. Так и есть. Неприятная информация. Нужно с ней сейчас что-нибудь будет сделать. И мы здесь одним, так сказать, маневром отсекаем вот эти дивизии от снабжения. Ну, от какой-то вы можете помочь сычонью. А вторым идем по их большим городам. Ведь, опять-таки, у них, они должны быть не прикрыты в теории. Следовательно. Можем просто так вот в них зайти и капнуть их за буквально несколько дней. Звучит отлично. Здесь не даем этим войскам никуда перемещаться. Ну, все говоря, перешел наркоман. Мы таких не одобряем, осуждаем. Невероятно. Надо здесь дивизии помочь. Здесь мастер засад. Здесь куча, если говоря, хороших генералов. Да, давайте вот этому. Владим вот эту дивизию. Нам нужно пробиться здесь. И новая доктрина. У нас новый генерал. Отлично. Что мы еще можем сделать? Современное искусство войны. Стоимость доктрины плюс 10. Что? Существует неприятно. Но при этом плюс планирование и все. Куда это пойдет? Вот сюда. Наверное, да. Давайте сначала прокачаем доктрины, а потом это доберем. А мы можем пойти вот сюда, что тоже даст нам бафов. Давайте туда, наверное, и выйдем. Поехали. И в последний момент мы спасли наш туз. Отлично. И вот мы заходим в Янань, Чунцин. И должен быть кап. Сейчас как мы дойдем до города этого прекрасного. Отлично. Наши войска работают превосходно. У нас еще не капает. 36 винтовок сегодня было. Как видите, за ними скрывались лишь дивизии Фантьяня. На самом деле, Сычуаня не существовало. Это все японцы. Видите, вот нету японцевых. И кто такой ваш Сычуань? Все, нету. Добиваем и отправляем уже всю армию на север. После чего, после падения Фантьяня, мы отправимся за Шандунем. И тут Фантьяня не иронично себе вот здесь вот провинции захапывал. И не отдает. Ну, надо заставить отдать, что я могу сказать. Там танк. Блин, я думаю, они тот танк добьют. Как и вот этот. Давайте, да, все дивизии вот это добьем. И красными, наверное, дивизиями будем добивать. Вот здесь вот возвращать провинции. А уже синими нашими на севере пушить. Добьем вот это окружение, которое получилось прекрасное. После чего будем допушивать на север. Еще одна реформа армии. Блин, ну давайте нажимаем. Хотя, непонятно, это что-то дает или нет. Или какой-то скам. И вот здесь три последние горнострелковые дивизии Фантьяня. Окружены и скоро будут уничтожены. Кроме говоря, как ни странно, эти две дивизии очень неприятно здесь находятся. Они не дают нам вот этот пункт собрания поднять. И вот наши войска с юга переходят уже на север. Нас пытаются здесь выбить. Ну нет, не выбьют. И пускай уже наши вот эти вот красные дивизии не сильно обученные. Это до захватывает, как я и говорил. 15 фабрик. Ой, у нас есть свободный военный завод. Вы можете себе это представить. Я бы хотел, наверное, еще допку производить тоже. У нас даже она немножко уже имеется. Супер. Давайте добавим лопаты нашим бойцам. Вау, они, наверное, будут так рады. Они такого, наверное, еще в жизни никогда не видели. Этот танк надо очень жестко атаковать и пытаться разбить максимум боеспособности, потому что с танкой мы не можем сражаться в нормальных условиях. А если они пошли один против миллиона дивизий, ну, конечно, мы их тут разобьем. Над этим пользоваться. Еще можно нажать стрелочку, потому что дивизии все прибыли. Ладно. Не нажмем мы стрелочку. Давайте планирование запланируем по максимуму. А потом стрелочка и финал. Так, сделали мы вставление Академии. Воздушные. Это вот военные вопросы нам вот сюда. Пожалуй, здесь, кстати говоря, скидка на сухопутную доктрину. Это нам надо. Задеплоились еще четыре дивизии, которые, кстати говоря, теперь недостаточно обученные, честно говоря. Что ж, мы скоро начнем формировать вторую пехотную армию, и это прекрасно. А вот теперь можно, я думаю, поставить себе какую-нибудь военную экономику. А, подождите, если я говорю, проблема армии, видите, минус 30%, а было, по-моему, минус 50%. Ладно, может, что-то это и делает. Поверим в то, что что-то делают, но они просто плохо об этом пишут. Давайте сделаем всеобщую мобилизацию. Построим себе еще немножко фабрик. Потом подумаем о военных заводах. Просто фабрик, ну, совсем мало, честно. Монголус. Их монголус. Блин, а я уж подумал, а Могус? Блин, а Могус нападает скоро, я чувствую. Ну, ничего, мы готовы. Планирование есть. Давайте, ведем в атаку. Разобремся с Финтянем, потом с Шандунем, потом с Хунанем, Ленгуанем и остальными китайскими ругательствами. И потом нас ждет финальный противник. А Могус. Пока здесь мы вроде как-то справились со всеми этими дивизиями. Отлично. Плюс еще доктрина. Отправить эти 14-9, хороший вопрос. Я думаю, на порты. В случае японской экстренной атаки давайте на всякий случай стыкнемся. Ну, так. Скорее всего, они уже не атакуют, если Финтянь провалится. Но кто знает, как говорится. Поэтому лучше крепиться. Там всего три порта. С этими дивизиями там они будут непробиваемыми. Здесь форсированную защиту нажимают Финтянцы. Но это им только в минус. Потому что следующую фазу отступления они уже не выдержат. Так что удачи. Кстати говоря, и снабжения здесь нет. У нас тоже. У нас тоже. Нам нужно вот этот пункт оживить. Для этого нужны эти две провинции. Сейчас мы их пробьем. И в принципе, должно стать получше. Там с османами происходят всякие интересные вещи. Но для нас они не интересны. Для нас интереснее побыстрее Финтянь. Давайте посмотрим по-быстрому. Пока у нас войска пушат, все равно ничего не происходит. Что происходит в Америке? Тихоокеанские штаты чувствуют себя хорошо. Как будто они победят на самом деле. Но, кстати, синдикаты чувствуют себя плохо. Ну так, средненько. Вот конфедераты чувствуют себя хорошо по промке. Очень. Но мы же знаем, что у них дебафы. Да? Хотя план у них какой-то есть. Но он не сильно крутой. Но мне кажется, все-таки эти океанские штаты, если бафы все выключают вот эти вот. И развалят. Да. Они явно выглядят посильнее на самом деле. Так. И у нас готова комиссия. Ну, идем просто дальше. Здесь все очень нам надо. И у нас еще одна... Да. Еще одна доктрина есть. Отлично. А вот и приспособленец. Супер. А может и здесь что-то? Нет. Здесь есть мастер-снабжение. И мы его тоже берем. Отлично. Так. Останавливаем наступление. И ставим планирование. Тем более, что противник решает сам перейти в атаку. И на этом, я думаю, потеряет немало снаряжения. У нас, кстати говоря, в принципе, тоже не хватает немало снаряжения. Пока не началась в Европе нереальная долбежка, надо еще винтовку попросить. Нам их, скорее всего, дадут. Да, так и есть. 400 мало, конечно, дают. Ну, и долбежка тоже скоро. Надо это понимать. А вот эти ребята... Может, хотя бы вы... Подложите нам немножечко. 4 тысячи. Бля, Муссолини получает кошка-жена, я чувствую. Мы потом обязательно подправим им все, что можно, после того, как победим его в Китае. Высходит какая-то мирная конференция. Африканские племена сбросили оковы немецкого владычества. Ух, пошло говно по трубам. Но мы знаем, для кого мы всегда болеем. Посмотрим, как этот мужчина справится в этот раз. И продолжаем наступление. Нам очень не хватает винтовок. Да. Блин, еще одна реформа. Блин, я каждый раз нажимаю чайной армии реформа 1. По ощущениям. Да, как-то... Как-то есть ощущение, что там все-таки где-то наебывают. Ладно, я не буду качать. Это или... Нет, ладно, проблема в армии. Минус 20, смотрите. Было минус 70. Стало минус 20. Нормально. Значит, есть какой-то прогресс. Окей. Продолжаем верить, что это не скам. А мы тем временем рвемся к власти и к столице Фантюня. В едином лице. Сибирская армия движется на запад, кстати. Поехала гражданская война. Сибирская война только начинается. Здесь еще модификатора за Сибирскую войну не появилась. Кстати говоря, считается, что она не проигрывает, потому что она только-только началась. Но, в принципе, если они сейчас что-то здесь продвинутся, то они получат бафы вместо дебафов. Должно быть нормально. А можно, кстати говоря, теперь уже дата взять? 5 ТНП? Типа понятно, что пока что нам еще это ничего не дает, но на дистанции, конечно, потом набрав дебафов к ТНП, ну, пахов фактически. Мы нормально себя будем чувствовать. О, смотрите, что мы можем сделать. Сюда один военный завод и 5 поддержки войны от Франции. Правда, японо-китайская война произошла. Падение ошанять. Что? Нет. А, они напали на нас и на Тибет. Черт. Вертовые япошки. Но ничего. Мы просто укрепили его уже порты и укрепим вот те порты. И, в принципе, вроде все должно быть хорошо. Живой вопрос, что они сейчас сюда дивизий приведут в Китай. Вот сюда. Фантьян почти пал. Нам просто критически важно сейчас его капнуть до того, как придут японцы сюда. Потому что с японцами воевать здесь будет очень неприятно. И как бы и с теми, и с теми, так сказать. Потому что у японцев это нормальная дивизия, а Фантьян уже истощен весь. Нужно срочно победить Фантьян и занять оборону против японцев. Давайте все это уже доделаем в следующей серии. Ребята, а с вами был Дубэ. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии. Видите эскорт, все как обычно. И до скорых встреч. До новых мисок часа. Мисок риса. Хм.